Про радость говори. Есть, когда вечером, если посмотреть на... Ну, надо сделать хоть бы нефеш. Одна из вещей там или дел Митцвот в радости. Ого. Тяжелая, тяжелая вещь. Я знаю, я как-то... Начал как бы там себя проверять. Ничего такого я что-то не наблюдаю за собой. Ну, это нелегко. Нелегко, надо работать. Что значит делать радости? Какие-то примеры. Я вот видел, один раз был, помню, обрехать ему в караване, он одевал, значит, филин с улыбкой. Я вам скажу, то есть наша проблема очень проста. Я объясню, я вас хорошо понимаю. Но я себя не понимаю. Ну, что вы себя тоже понимаете. Я объясню, что меня веду. Мы не выросли в радости исполнения заповедей. Мы выросли в Советском Союзе. Это было место, я видел, как там уже очень много дворцев строили, фотографии, карточки почтовые. Каких-то улиц, каких-то городов в Советском Союзе. Я дал на лица людей. Это просто ужас. Это просто ужас. И более того, я не буду говорить имена. Мы переехали в Иерусалим 36 лет тому назад, почти уже, на Пури. Я нашел, так сказать, какое-то было собрание, какие-то русско-еврейское религиозное собрание на Пури. Я на них посмотрел. Там было далеко до радости к Пури, к которым я привык, скажем так, мягко говоря. Мягко говоря. Я вам скажу. Есть одна вещь, которая... Знаете, я по своей природе человек очень нерадостный человек. Я знаю это. Я себя знаю. Я на эту тему получал несколько раз сильное порицание от Рыбшу и Шимшу на Пинкуса. И только от него, от главы еще по Кибрагаку Горовица, что молча. У меня такой низкий... Но нос у меня внизу вниз того. Вот. И я хорошо знаю, что вообще... Мне Рыбшу сказал очень тяжелую вещь. Что когда человеку нет радости, это при этом, что у него не хватает веры во Всевышнюю. Он сказал это более резко. Я не хотел просто... Истинно пути к радости укреплять себя в вере, что Всевышний правит миром. И все, что Всевышний делает, это как добро. Прям сказано в Саген-Доброход. Истинный источник радости есть, конечно, в изучении Торы. И свет Торы нанесет радость. Поэтому великий автор книги Орсамех, называется книга Орсамех «Радостный свет». Радостный свет. Поэтому я всегда советую... Я знаю, просто после меня были периоды в жизни не очень радостные. Но это были серьезные вещи, а не были игрушки. Я помню, что я кончил летний триместр с тяжелыми событиями в семье, которые очень меня удручали. Я еще присоединилась к 9-му авгу вместе. Это было очень такое... Добавил одно к другому. Понимал, что от этого надо вылезать. Даже так нельзя. Я собрался с мыслями, подумал, что какая учеба мне доставит, доставит мне радость. И уселся сразу после 9-го авгу. Начать то, что меня радовало мою душу, это очень помогло. Очень помогло. Поэтому надо искать радость в Торе, в добрых делах. Это вещь очень индивидуальная. То есть я вам расскажу. Есть такой сборник писем от великого стайпера Сара Михайловна Каневского. Мы задали вопрос к какому-то парню, который потерял радость жизни. То есть что-нибудь при радость жизни. Он был, думаю, что он был уже в состоянии депрессии сильной. Он дал один очень принципиальный совет. Если у него еще есть радость от каких-то добрых дел, максимально в этих добрых делах заниматься ими. Потому что это давало ему естественную радость на его душе. А когда есть такая радость, эта радость распространяется и на другие добрые дела. Это то, что я вам просто цитирую совет Стайпенова. Вот. И делали еще одну вещь. Мы превышаемся к Пуриму. Унешняя заповедь. Выпит на Пурим. Аддаль йоду. Есть просто очень странная заповедь. Вот есть... Источка заповедей. Это такой более простой. Я ведь видел в одной книге интересную вещь. Что после разрушения храма люди не могли радоваться. Не могли радоваться. И для того, чтобы они смогли радоваться, после спасения Пурима мудрецы установили пить вино. Не можно и вино, можно пить коньяк и водку с некошерными тоже. Чтобы просто люди могли радоваться. Могли радоваться. Скажу на интересную историю. А человек, который я был знаком, был великий праведник. После освобождения нацистских лагерей и так далее, была большая... Родовка, вы его еще не опаздываете? Нет. Была проблема. Евреи спаслись катастрофой. Они были... Сейчас тут состояние тяжелейшей депрессии. Многие умирали от депрессии. Не просто, так сказать... Даже великий рэбе из Клойзу-Царда Клойзмарага он был... В какой-то период впал тяжелейшую депрессию. Был почти при смерти. И вот, когда комитеты евреистов занимались помощью спасенных в Восточной Европе, послали на Пурим, чтобы было много чего выпить. Был там в одном из таких лагерей, перевлеченных лидеров, по-моему, это было в Лодзе, в Польше. Был еврей, который был учеником Хабетсхайма, учеником великого дома учения в Кельме. Он потерял жену. Время, когда он стал чудом, сам спасся, величайшими чудесами. И вот... На Пурим он выпил. Выпил хорошо. Выпил хорошо. И он, выпив хорошо, начал говорить еврея Тора, долго, интересно, захватывающе. А ему предложили его кандидатуру. Одной девушкой тоже была спасена из нацистских лагерей. Она сомневалась, хочет заниматься. Нет, но вот она слушала, как он говорит, будучи пьяным, решила, что на него выйдет замуж. Он в итоге свалился, прошел, по-моему, 24 часа. Ну, хорошо выпил. Но называется, приходит вино, раскрывается секрет. Ну, сколько тут тот человек? Вот. И есть... Надо уметь выпить, не напиваясь, чтобы добавить себе радость. Знаете, говоря о мыши, был такой обычай, участие мудрецов Торы, пить ежедневно немного вина, ради радости. Нет. Есть вина, есть вина, есть две категории. Выпить, чтобы добавить радость, и выпить, что, наоборот, человек входит в другое. Это выглядит, чтобы добавить радость. А дальше, рабы еще, будьте здоровы, чтобы вам много радости. У вас такие замечательные дети, что, так сказать, радуются с детьми. Я спросил вообще, при исполнении заповедей, какие мы заповеди на сегодняшний день. Филин одеваем, на молитву, на заповеди. О, я вам скажу такую вещь. Вы совершенно правы. Я на ваш вопрос не ответил. Я... Вы можете перенести на следующую? Нет, я отвечу в двух словах. Я вам скажу такую вещь. Надо задуматься перед заповедью величия того, что Всевышний наделил нас таким правом и обязанностями исполнять его волю. Мы действительно в заповеди, мы правы, мы влияем на высшие миры и на почувствую благодарность Всевышнему за то, что он нам дал заповеди. И если мы будем задумываться минуту-две перед тем, как заповеди исполнять, это даст возможность иметь радость. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok